Охей, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал Маугли, здесь мы с вами сегодня поиграем The Walking Dead финальный сезон, но он вышел в демо-версии, только лишь на PlayStation, на ПК, к сожалению, демки нет, или она может быть есть, но недоступна для всех желающих. Вроде как этот геймплей уже должны были показывать в каких-то там демонстрациях, и вроде даже есть официальный ролик с этими 15 минутами, первыми минутами финального сезона The Walking Dead, но нам дадут возможность в нее поиграть самостоятельно, поэтому саживайтесь поудобнее, мы начинаем. Что же приготовила нам здесь студия Telltale Games, как будут развиваться события, и что случится с нашей клементальной дорогой, это мы все узнаем с вами очень скоро, в последнем сезоне Ходячих Мертвецов. Ковыляет, ковыляет, приобрести полную версию, потом, 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 мы обязательно потом приобретем, но сначала нам нужно поиграть, мы же не можем приобретать то, во что, в чем мы не уверены. Сначала мы должны попробовать, для этого и существует демо-версия. Вроде как в игре немножечко обновили геймплей, здесь даже, говорят, будет некое подобие боевой системы, но я не уверен, что это будет адекватно. Посмотрим. Инновации, это всегда интересно и необычно. Вот они, мои кошатики! Ползуть, ползуть! В поисках пропитания! Давай, давай, дядя! Ты сможешь! Опа! Я думал, по нему проедутся, это было бы круто! Смотри-ка, буква Ди уже почти оторвалась. Клементина, надо гнувую кепку тебе. Или пришить хотя бы. Используйте, чтобы настроить зеркало заднего вида. Так, мне что, на него надо посмотреть, на пацана? Зачем мне на него смотреть? Мне надо смотреть, что взади происходит. Чувак, не играйся с пушкой. Что делаешь, растяпа? Гуф был, или как оно? Представляю, что у нас еще есть патроны. Перестань, на нервы действуют. Ну да, ладно, без патронов, он может играться сколько хочет. Не зови меня растяпой! А как? Мне нравится растяпа, может тогда засранец? Не как ты повзрослел? Давай скажи мне, как ты повзрослел. О, так ты у нас уже совсем взрослый? Да. Дай мне порулить. Нет, нет, за руль я тебя не пущу. Даже не надейся. Там на обочине кто-то стоял? Что, животик прихватило? Или он голодный? Что такое? Понос. Эй, Джей. Есть хочу. Ну, сейчас что-нибудь тебе нароем, какую-нибудь белку подстрелим. Э, это кто еще такой, Элвис? Дать журнал? Дать игрушку? Чипсы? Это же чипсы. Картошка. Или они неактивны? Давай дадим ему игрушку. Привет, Элвис. Привет, Элвис. Это я, Диско Брокколи. Съешь меня. Хоть, может, ты хочешь меня съесть? Это правда. Хочешь меня съесть? Да смотри за дорогой. Клэм, хватит. Я же не буду есть игрушку. О, нет. Это ранит мои чувства. Мог бы откусить ему. Причесочку. Вот нахал. Дать ему журнал? Ну, в принципе, целлюлозу тоже, наверное, есть можно. Почему нет? Пусть кушает. Вот, поображайся в чтении. Ну, я не хочу. Зато отвлечешься от своего желудка. Рази. Рази. Резогреть духов. Налить в кастрюлю сливки. Ой-ой-ой. Да только не про еду. Не надо. Ты еще сильнее захочешь есть. Бобы довести до кипения. Ха-ха-ха. Бобы со сливками. Наверное, это очень вкусно. А, впрочем, забудь, забудь. Так ты еще больше проголодаешься. Печеньку. Ну, надо сразу ему печеньки дать. Держи. Все, что осталось. А как же ты? О, ничего. Налетай. Найдем что-нибудь еще. Она на положении взрослого. Должна терпеть больше. Я тебе верю. Ну, все лучше детям. Тем более, Клементина, она повзрослела. Вы же видите. Получается, что мы с вами будем, когда выйдет полная версия, мы будем с вами переигрывать снова этот сюжет. Или нет. Если это первые минуты игры, значит, получается, они должны быть включены в полную версию. Видимо, как-то так. Но я думаю, что когда мы будем полностью проходить, то я не буду. Ничем заново. Два раза одно и то же проходить, если там будет все одинаково. Бррррр. Вы видите, что немножко изменился стиль визуальный. Даже декорации. Вот видите, все выглядит как в мрачных комиксах. Об этом тоже в сети Telltale Games писали, что графический стиль они приблизили к оригиналу. То есть к комиксам проходящих. Мы рискнем? Думаю, да. Похоже, все чисто. Тачку смотри, какую они себе нарыли. А где бензин, кстати, не берут? У нас получится. Держи за точку, пацан. Если что, ты знаешь, куда бить. Друг, позвонить куда-то там. В колокол написано. Позвони в колокол? Ходячие же придут. Так, у нас там еще какая-то есть сосиска. Игрушка. У него... Кто это такой? Бекон? Или редиска? Что это такое? Все игрушки у него связаны с едой. Явно чувак голодный. Взять флягу, взять монтировку. Мне так непривычно на геймпаде играть. Но ничего, я думаю, я справлюсь как-нибудь. Монтировка. На случай, если что-нибудь преградит путь. Правда, если будет боевая система, надеюсь, мы сможем разобраться. Что-то еще? Да, мне кажется, больше здесь ничего нет. Виходи. Позвони в колокол, не входить. Найдите еду. Да, надо пойти и позвонить в колокол. Иначе нас могут принять за каких-нибудь мародеров. И расстрелять. Так ведь там было написано? Стоп. Давай-ка посмотрим на вывеску. По-моему, на нее можно посмотреть. Давай-ка позвоним в колокол. Друг, позвони в колокол. Звони. Что это значит? Я знаю, что здесь сначала стреляют, а потом спрашивают. Вот именно, поэтому надо позвонить. Пацан, давай, дергай. Слегка. Когда увидите вот эту штуку, подумайте о последствии, прежде чем совершить какую-либо вещь. Да, позвонить. Лучше умереть, лучше убегать от ходячих, чем получить пулю в лоб. Что ты делаешь? Тихо. Упс. У нас какой-то здесь касатик проснулся. Не, лучше пусть будет так. Пусть лучше будет так, чем мы нарвемся на злых людишек. Этого хоть мы завалить быстро сможем. Зато сейчас познакомимся с новой боевой системой. Так, ой, какая здесь чувствительность сильная. Можно как-то быстрее? Ага, вот она умеет бегать. Давай, Эйджей. Дай ему наш, пусть парень учится. Так, боевая система. Нажмите так, чтобы оглушить. Давайте сначала его оглушим. А потом убьем. Бам! Это типа боевая система, да, новая? Ха-ха-ха. Ну, тоже неплохо. С ним покончено. Ты как там? Я в порядке, укусов нет. Теперь идем туда. Там сто процентов кто-то живет. Погнали, Клементина. Это я уже разобрался, что нужно удерживать для бега. Мари, у них там кукурузка. Те, кто все это выращивал, уже давно нет. А, там никого нет. Зачем мы звонили тогда? Мне кажется, чувствительность стиков очень высокая. Может быть, это как-то можно настроить. Зачем мы туда звонили? А, с другой стороны, смотри-ка. Если бы мы не позвонили, мы могли бы пойти, и этот ходячий мог бы на нас напасть. Неожиданно. А тут мы его видели издалека, и все было спокойно. Мы его взяли и завалили. А что там такое? Погоди. Выпить воду? Не-не-не-не, не надо воду пить. Может, у нас зараженная здесь какая-нибудь старая. Закрыто. Надо через окно лезть. Выломать. А, у меня монтировка же есть. Там написано было, типа, думай о последствиях. Когда кружочек красный. Могут быть последствия определенные. Что мы делаем в незнакомом месте? Слушаем, нет ли монстров. А потом? Ну, забыл, что ли? Давай, ты же помнишь. Мы ищем выход, проверяем окна, ищем укрытие. Мы ищем выход, потому что убежать нужно. Правильно. Эй-Джей все подмечает. И он будет искать выход в первую очередь. Что это такое? Тикетс? Это какие-то билеты здесь продавали. Бедненькие. Это, наверное, хозяева этого места. Монстры. Связали себя. Потому что им до нас не добраться? Или кто-то их связал? Или они знали, что они обращаются, поэтому они себя связали каким-то образом? Нет. Кем он станет, зависит от вас. Ух ты! Может быть, он следующим героем будет? Франшизы. Тут заперто. Бронированная дверь. Эту не выломать. Может быть, там касса была. Я знаю, ты голоден. Я тоже. Мы что-нибудь найдем, обещаю. Не унывай, пацан. Сейчас мы разберемся. Мне кажется, возле ходячих что-то было. Проберитесь в кассу. Так, взглянуть на стол. Они любили поесть. Это была их последняя трапеза. Изучить банку. Консервы. Закрытые. Бобы? Они сами законсервировали. Возможно, там, откуда их взяли, есть еще. Выглядит многообещающе. Касса. Так, давай посмотрим, что у них здесь есть. Взглянуть на супружескую пару ходячих. Привет, голубчики. Что мы можем сделать? Взять ключ. Конечно, надо взять ключ. Он наверняка от той двери. Да что, он укусить не сможет. Блин. Убить только есть... А, вот смотри. Записка. Записка. Они сами написали записку. Вот это вообще печально. Пожалуйста, ставьте нас в покое. Это было наше решение. Ух ты. Месячно всегда. И умерли они в один день. Нет, мы вас в покое не оставим. Ну, в смысле... А, они яд приняли? Но не смогли, что ли? Яд? Они хотели... Они сдались? Они хотели покинуть этот мир вместе. И не получилось, видимо. А, ясно. В собственном доме, держась за руки. А, ну они приняли яд, умерли и превратились в ходячих. Точно. Здесь же все превращаются в ходячих, когда умирают. Даже без укусов. Ладно, пойдем отсюда. Ну, ключ надо как-то достать. Ну, а монтировочки... Мы берем ключ? Это опасно. Может, есть какой-нибудь другой путь. Поглядим вокруг. Включи мозги. Правильно. Ну, монтировочкой бы спокойненько взяла бы и подделала этот ключ. Неужели все так безнадежно? Туда пацана залез... Надо. Надо пацана туда закинуть. Он же маленький. Пролезет и откроет изнутри. Слишком узко, чтобы пролезть. Ну, мне. Ключ или окно. Вариантов два. А что, убить-то их не судьба? Они же сидят связанные. Тут темно. Нужно убить монстров. Они не люди. Пацан, смотри какой, а, вообще. Раньше они были людьми. И будут еще людьми. Они попросили оставить их в покое. Так что лучше? Нам придется выбрать. Убить ходячих или отправить... Отправить ЭйДжей внутрь очень опасно, потому что там может быть кто-то. Поэтому мы лучше убьем ходячих. Я достану ключ. Да вот сзади подойди, он даже не видит. Ё-моё, руку просунь да сними ты эти ключи. Зачем их убивать-то, ё-моё. Ну вот вообще мозгов нету. Ну, прости. Так, боевая система, да? Вы прицельтесь, используя одновременно нажмите R2. Так. Ну все, одного достаточно. Вторую можно не убивать. Блин, придется. Кишмирь. Еще что ли добить? Дубль два, бам! Фу! Какая живучая. Пацан это видел, видишь, он жестоким станет. Здорово. Он же всему учится, да? И он ста... Фу, какая гадость. Прости, другого варианта не было. Но на самом деле его туда отправлять было очень опасно. Очень. Поэтому я решил поступить именно так. Сейчас окажется, что там какая-нибудь хрень тоже ползает. Стоять! Куда побежал-то, ё-моё? Надо сначала все проверить. А тут уютно было. А может, останемся? Посмотрим. Тут никого нет. Никого нет нигде. Осталось не так уж осторожнее в своих желаниях. Я с тобой. Давай скажем, осталось не так уж много людей. Людей осталось не так много, малыш. Это грустно. А сколько их раньше было? Очень много. Чё, нашёл карандашики? Спички? Пулю! Эй, Джей отлично стреляет. Помнишь, мы говорили? Не надо стрелять. Без колебаний всегда целиться. Оставить последнюю пулю для... Оставить последнюю пулю для себя. Верно, для себя отставь. Пацан, оставь для себя пулю. Нашёл. Одну единственную и последнюю. Найдите еду. Еда! Вон какая-то там банка, чё-то. Изучить консервную банку. Погрызанная. Испортились. Прости, дружок, они уже испортились. Ха-ха-ха, пацаныч. Ругается. Следи за языком. Давай его немножечко. Эй, следи за языком, слышь. У нас не матерятся. Я хотел сказать, чёрт. Смотри. Хм. Под кроватью что-то может быть. Ну, видишь, там написано, типа, следите за тем. Красный, видишь, отодвинут матрас. Там может быть... Тут что-то есть. Там, мне кажется, какой-то люк или что. Ну, ходячего точно там нет. А вот в подвале могут быть ходячие. По тайной дверь. По тайной дверь? Да. Должно быть, там что-то спрятали. Ой, осторожней. Ой, осторожней. Сейчас. Ха-ха-ха, оттуда мертвяки. Ммм. Погреб с вареньем, с оленьем. Сколько тут всего? Ага, полно. Нам это на недели вперёд хватит. Ху-ху, закрывай! Мина! Быстро! Там кто-то сидел. Там кто-то сидел. Караулил их. Эй, Джей, боже! Ну всё. И тут ходячие, конечно же, нарисовались. Отовсюду. Подожди. Этот чувак, который сидел там, в этом погребе, кинув лимонку, которая разрывается на сколько там, на 30 или, может быть, даже больше метров, осколки летят. Его, как бы, это вообще не задело, да, насколько я понимаю? Или он там из-за угла как-то кинул? Вот чёрт. Надо вернуться в машину. Бросай огурцы. Беги в машину, пацан. Упс! Ты знаешь, что делать. Держись в стороне и будь моими глазами, пока я расчищаю путь. Так, поехали. Не дайте навалиться на вас толпой. Так, добивай, добивай, добивай. Этот стоит, ждёт. Этого сразу надо. Сразу надо его... Дубасить, давай. Пам! Есть! Так, толпой не дали навалиться. Ох ты, молодец вообще. Молодец, Эйджей. Помогаешь, мамин маленький помощник. Да он один всего лишь. Быстро сюда. Запрыгивай. Поехали, 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 поехали. Ё-моё. Так, нужно просто его ключами надо долбануть. Бам! Ключами, ключами в глазик. Эй, ключи-то забирай. На тебе. Этого нож был у неё. Уааа! Она реально ключи выбросила. Получается как-то так? Или нет? Что это было? Включить передачу. А, ручник надо снять сначала. Теперь передачу врубаем. Ёшкин-матрёшкин лезет там. Хренатень. Хватай. Вахты, вахты, вахты. Тихо стоять. Пацана не трэш. Он на достоянии общественности. Вау! Нифига себе! Ха-ха-ха-ха! Молодец, Эйджей. Вообще красавец. Поинк. Вот, конечно, хренатень, которая кинула гранату. Вот вообще нам устроило-то. Клэм, гляди, ключи. Не варик, не варик, не варик. Ага, вот так надо, значит. Да, бум. Давай ещё. Ключи заберём. Там, получается, просто как бы на нейтралку она поставила, и машина покатилась, и всё. Давай, обратно, быстрей. Заводись, Калмага! Эйджей, пристегнись. Сейчас будет у нас гоночка. Бам! Ладно, мы здесь вообще ничего не контролируем. Пошёл в задницу. Нифига нам, сколько мало времени дали нам. Ну, то, чтобы от него отстать. Ох ты! Ой, пацан, пристегнись, ёшкин дрен. Нифига себе. Ха-ха-ха! У-у-у! О-оу! Ох ты, смотри, Робин Гуд пришёл. Стрелами, стрелами, стрелами. Оставь его в покое. Кто-то забрал, кто-то забрал пацана. Я так полагаю, что весь финальный сезон будет посвящён тому, что Клементина будет как раз искать АйДжея. Спасибо за игру. Откройте полный эпизод и продолжайте путешествие. Потом, потому что он ещё пока что не вышел. Да, скорее всего, какие-то люди забрали, и с этими людьми будет связан весь финальный сезон, и она будет ходить, и бродить, и сначала будет его искать, потом у неё появятся какие-нибудь союзники, она с ним будет потом... Кажется, что люди, которые его забрали, они такие уж хорошие. Как всегда это бывает. Они вроде как и хорошие, но при этом они пытаются выжить, и поэтому они защищают своих. И всё в таком духе. Ну вот так. Но это будет финальный сезон. А дальше, наверное, всё равно будут какие-то игры про ходячих. А иначе быть не может. Слишком бесконечная история. Мы же должны как-то дожить до концовки. Или когда эта болезнь излечится, хотя сложно это назвать болезнью, или когда все люди превратятся в ходячих мертвецов. Что ж, давайте будем ждать выхода полной версии. Как только она выйдет, я начну её снимать и выкладывать на канале. Поэтому приходите смотреть и играть, проходить вместе со мной. Если это видео вам понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. Если не понравилось, дизлайк и комментарий, почему вам это не зашло. С вами был Маугли. Увидимся в следующем видосе. А пока что всегда оставайтесь на высоте. И пока до вам. Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты шероха, запомни мой мотив. Без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты... Подпишись. Подпишись.